В эфире телеканала 1-й Карагандинские новости. В студии Мирамгуль Салкимбаева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Жителям микрорайона Гульдир-1 заброшенное здание школы для слабовидящих детей не дает покоя. Чего же ждать жителям района? Карагандинцы запасаются на зиму. В минувшие выходные на сельскохозяйственной ярмарке представили свои продукции предприниматели из 9 районов области. Фестиваль оперета и мюзикла «До Стар» вновь в Караганде. На этот раз жители шахтерской столицы смогут увидеть две постановки. Жители микрорайона Гульдир-1 по-прежнему настораживает заброшенная постройка. Строительство школы-интернат длилось долго и предвкушало много хорошего. Но на протяжении 8 лет здание пустует. Наши корреспонденты подробнее. По многочисленным просьбам жителей района Гульдир-1 наша съемочная группа все же решила узнать, что кроет стены этого здания. Темные углы, поврежденные от пожара, ветхие стены. Все это напоминает больше отрывки из фильма ужасов. А ведь родители, ежедневно отправляя детей на прогулку, сталкиваются с чувством страха. Еще несколько лет назад эта территория предназначалась для футбольного поля. После землю отдали под строительство трехэтажного здания, что и вызвало возмущение жильцов. Однако, узнав, что здесь будет интернат для детей с плохим зрением, местный народ смирился с утратой. Однако, на протяжении 8 лет заброшенная постройка вместо радости доставляла горожанам одни неприятности. Нам нравился сад, школа. Было чисто, уютно. Но как построили вот это здание, все захламилось. Здание постоянно рушится, его не достроили. Вот, оно рушится. Посторонние люди постоянно тут находятся. Собаки собираются. Здесь это... и грязь в основном, мусор. Строительство объекта началось 8 лет назад. Было потрачено более 370 миллионов тенге. В здании установили пластиковые окна, новые двери, поставили высокий забор и даже сторожку. Сейчас же постройка находится без какой-либо охраны и надзора. Сюда собираются бездомные и даже наркоманы. То, что дети здесь бегают, находится свободный доступ у детей в любое время. Если посмотреть, тут двери открыты все. Это мальчишки, они растут, развиваются. И там на слабо, да, или еще что-то. Это очень плохо закончится, в конце концов. Жильцы вспоминают с ужасом о последнем случае. 21 октября на территории школы произошел вовсе не шуточный пожар. Пламя, к счастью, не успело охватить все здание, но значимая его часть успела пострадать. По словам очевидцев, приезжало два наряда пожарных, которые смогли проникнуть на территорию только после того, как взломали забор. Как говорят сами горожане, горит заброшенная постройка уже не в первый раз. Как стало известно, школа была рассчитана на 250 человек. Строительство было выполнено 90% и близилось к финишной ступени. Заказчиком данного проекта выступает Министерство образования Казахстана. А вот причиной заморозки строительства послужило судебное разбирательство, в результате которого были осуждены руководитель фирмы ТО строительной компании и должностные лица Министерства образования. В ноябре месяце текущего года мы должны получить уже готовую проектную документацию с положительным заключением государственной экспертизы. После чего мы объявим конкурсные процедуры на завершение строительной монтажной работы. Зависимо от финансирования, как бы и будут сроки регулироваться. Может быть, в следующем году и завершим. На сегодняшний день здание по-прежнему находится на балансе Министерства образования. Как уверяют чиновники, опустевшее здание в скором времени станет уже не интернатом для слабовидящих детей, а школой с инклюзивным образованием. Асиль Санбаева, Исламбек, Оспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. С нарушителями порядка и чистоты в Карагандинской области будут бороться камеры. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков поручил чиновникам установить новые воздушные аппараты наблюдения. Такой пример, со слов Акима, уже действует в ряде уголков Казахстана. Теперь за несанкционированные свалки и мусор, выброшенные в неположенных местах, будут наказывать строже. Возьмите вот эти летательные аппараты, квадрокоптеры или как там их называют, с камерами, повесьте их над городом. В областном Акимате подвели итоги месячника по очистке и благоустройству региона. Со слов докладчиков, в нем приняли участие более 300 тысяч человек. Их силами было ликвидировано более 700 несанкционированных свалок, установлено более 300 контейнеров для твердобытовых отходов. Также было посажено около 13 тысяч деревьев и кустарников. Участниками месячника было убрано свыше 29 тысяч гектаров территории населенных пунктов, ликвидировано 706 несанкционированных свалок, установлено 313 контейнеров для сбора ТБО, высажено свыше 12 тысяч деревьев и кустарников. Несмотря на перевыполненный план по очистке, глава региона выразил недовольство работой правоохранительных органов. Нарушителей санитарного состояния области нужно наказывать штрафами, отметил Нурмухамед Абдебеков. Людей надо предупредить, что здесь ведет фиксация видеонаблюдения вот этим. Беспилотник наблюдает и будет вас фиксировать, кто там эти свалки формирует. Одного двоих поймать, неповадно будет. Также чиновники предложили ввести новые правила благоустройства частного сектора. Старый способ очистки при заявках не приносит должного результата, отметили они. А новые саженцы были распределены по организациям. Теперь спрос за их состояние будет с самих владельцев предприятий. Аймамрина Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Первый заместитель Акима области с рабочим визитом побывал в городе Сарань. Аслубек Джусибаев посетил ряд промышленных предприятий и начал визит с центрального теплового пункта, где ознакомился с реализацией проекта по строительству тепловых сетей города. Более подробно о ходе поездки в нашем следующем материале. И здесь от жителей очень много жалоб, потому что там частный сектор тоже начинается в той стороне. И проблема в одном задании. Потому что тут вся грязь. Следующим объектом посещения стала компания «Карат», специализирующаяся на производстве искусственных спортивных покрытий и спортивного оборудования. В год предприятие выпускает более 700 тысяч квадратных метров искусственного зеленого покрытия, 72 многофункциональных спортивных площадок для хоккея, мини-футбола и тенниса, 120 детских игровых манежей, 50 комплектов уличных спортивных тренажеров. Рынок избыт этой продукции является Россия, Беларусь, Узбекистан. На сегодня в предприятии трудятся 176 человек. Побывал первый заместитель Акима области также на предприятии «Санпейпе», специализирующемся на производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения. Проектная мощность, имеющая производство – 3000 тонн санитарно-гигиенической продукции в год. В 2016-2017 годах будет совершена полная модернизация комплекса и приобретено оборудование для производства бумажной основы. Планируется создать еще 100 рабочих мест. Также Аслубек Тюсибаев ознакомился с ходом реконструкции автомобильных дорог по улице Чкалова, улице Саранской и Объездной автомобильной дороги микрорайона 1А. По завершении посещения объектов первый заместитель региона провел совещание, посвященное итогам социально-экономического развития города Сарань за 9 месяцев текущего года и перспективам развития на 2016 год. Гульза Ацахов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал» – «Галвин Херкюль». Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Осенний марафон сельскохозяйственных ярмарок набирает обороты. Свою продукцию представили горожанам 9 районов области. Мясо, яйца, плодовощные и молочные товары продавали по сниженным ценам. Посетили ярмарку немалое количество горожан. Карагандинцы могли купить продукты по ценам ниже рыночных. Некоторые предприниматели устраивали дегустацию своей продукции. Как говорят сами продавцы, это дает более продуктивную торговлю. Мы привезли более 150 номинований своей продукции. Проводим дегустацию своей продукции. Нам уже почти на рынке 25 лет. Поэтому наш покупатель нас знает, подходит. Создаем праздник для людей. Да, у нас сегодня дегустация, у нас есть праздничный костюм. На специально отведенной территории расположилось около 70 палаток. Торговые места на ярмарке предоставляются бесплатно. Реализовать свой товар приехали продавцы из многих районов Караганды. Мы сегодня представили свинину. Две тонны мы привезли свинины. И колбасные изделия мы привезли тонну. Мы представили ТО ПК Волынский, крестьянское хозяйство Сомер и Мяснов. Чтобы порадовать покупателей на ярмарке, организовали фестиваль кумысы и баурсаков. Мероприятие сопровождалось громкой музыкой и яркими танцами. Мы сегодня представляем продукцию «Баурсак фестиваль». Приготовили баурсаки, хворост, сельскохозяйственную выставку делаем, капуста, картофель, морковь. Сами видите, горячий чай, горячие баурсаки. И все мы приготовили для населения. Все посетители мероприятия остались довольны и вдоволь закупились необходимыми продуктами. Следующие ярмарки состоятся 14 и 28 ноября. Осель Сузенбаева, Олжас Габасов, Александр Царикидзе, 1-й Карагандзинский. Фестиваль оперетты и мюзикла «До Стар» вновь посетил края шахтерской столицы. Мероприятие проводится уже пятый год. И, как отмечают организаторы, число участников с каждым разом увеличивается. Юбилейный фестиваль оперетты и мюзикла «До Стар» проводится по инициативе Карагандинского академического театра музыкальной комедии. На этот раз для зрителей приготовили интересную программу. Карагандинская публика имела возможность увидеть работу вокалистов и музыкальных театров не только Казахстана, но и ближнего зарубежья. В этот раз он собрал очень большое количество участников. Более ста представителей, артистов, музыкантов собраны на этом замечательном фестивале. На фестивале присутствуют и принимают участие представители более семи стран. Это Армения, Азербайджан, Россия, Польша, Украина, Беларусь. И очень замечательно, что такой представитель собрал из Карагандии. Фестиваль направлен на популяризацию жанра оперетты и мюзикла. В первый день программа фестиваля предусматривала показ весьма необычного и поистине захватывающего спектакля. Артисты из Омска представили зрителю некий русский бурлеск «Чирик, кирдык, куку». Постановка происходила в двух действиях по пьесе Николая Коляды «Баба Шанель». Аккомпанементом на протяжении всего выступления послужила музыка известного композитора Александра Пантыкина. Вообще мы этот спектакль поставили очень быстро, за 20, там за 22 что ли дня. Мы были настолько увлечены, вот настолько нас режиссер заразил, что мы и выучили. Там даже в процессе переделывалась музыка композитором. Но тем не менее все это вот такое, в каком-то таком мы были в хорошем стрессовом состоянии. Бурлеск по-омски – это смешение как стилей, так и смыслов. Действия разворачиваются в наше время. Веселая история про сумасбродных и талантливых пенсионерок, которые решают поучаствовать на конкурсе Евровидения. Идея спектакля вовсе не карикатура и невысмеивание, а наоборот, через своих героинь женщины рассказывают зрителям о жизни старшего поколения в наше время. Спектакль смешной, добрый. Я играю еврейскую пожилую женщину, Сару Абрамовну, очень трогательную, очень мягкую, поэтичную, которая все время читает стихи, все время к чему-то стремится, к такому возвышенному. Для меня это очень приятная роль. По сценарию женщины, невзирая на возраст, очень активны и жизнерадостны. Пенсионерки, позабыв о своих болезнях, тщательно готовились к турне, со смехом преодолевая трудности. Гости не остались равнодушны, радуясь всему происходящему, с интересом наблюдали за сценарием. Зрители настолько поразила игра актеров, что не уставая, осыпали актеров аплодисментами и бесконечными улыбками. А сердце Замбаева, Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Кроме того, в рамках фестиваля опереты и мюзикла «До Стар» участники провели мастер-классы по актерскому мастерству. Карагандинские начинающие актеры смогли получить советы от известных мастеров сцены. Подробнее о секретах за кулисьей вы узнаете в следующем сюжете. Учащиеся продемонстрировали свои навыки, показав отрывок из пьесы Гоголя «Женитьба». Волнуясь и преодолевая чувство страха забыть слова, студентам все же удалось передать всю сущность характера своих героев. Робко, но с энтузиазмом ребята старались показать все переживания и эмоции. После выступления, отметив все плюсы и минусы игры начинающих актеров, молодые таланты вместе с наставниками разбирали постановку по частям. Сказала где-то наши маленькие нюансики, где что-то мы сделали неправильное, что где-то мы там сказали в пол, где-то мы не туда посмотрели, она нам это рассказала. На занятиях студенты колледжа искусств знали о правилах поведения на сцене, как можно через мимику или голос рассказать зрителю о своих чувствах, говорили о тональности голоса и языке жестов, и как лучше донести до зрителя характер героя. Уроки хорошего тона на сцене преподавала прима Минского музыкального театра Наталья Гайда. Актриса отметила хороший уровень педагогов и учащихся караганды. Меня очень порадовала школа вокальная в Казахстане, потому что было очень много студентов, училищ музыкальных из разных городов Казахстана. И я отметила высокий уровень, то есть правильная классическая вокальная школа. В училище уже студентам второго курса, третьего, и они уже поют вокально грамотно, я имею в виду, по классической постановке голоса. Не только учащицы, но и педагоги школ с творческим уклоном могли познать много нового и полезного. Профессионалы рассказали карагандинцам секреты хорошей игры на сцене, Но всех тайн раскрывать не стали, ведь школьникам нужно еще многому научиться. В завершении встречи Наталья Гайда дала пару наставлений начинающим актерам. И даже если вы пришли на спектакль и не нравится вам или пение или прочее, то это все равно, ага, то есть у вас развивается вкус. Асель Созамбаева, Лжас Габасов, Александр Терекидзе, Перр, Карагандинский. Кайрат Килимбетов освобожден от занимаемой должности. Назначен новый председатель Национального банка страны. Им стал исполняющий обязанности помощника главы государства Даниа Ракишев. Приказ о назначении уже появился на официальном сайте АГОРДЫ. Даниа Ракишев родился в 1976 году. Он уроженец Алматы, выпускник Казахской государственной академии управления по специальности экономист. В разные годы работал ведущим экономистом Центрально-Азиатской фондовой биржи. Занимал пост директора Департамента исследований и статистики Нацбанка Казахстана. В период с 2007 по 2014 годы был заместителем председателя Национального банка. Затем стал заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента. С августа этого года он временно исполнял обязанности помощника главы государства. О дальнейшей трудовой деятельности Кайрата Килимбетова, который возглавлял банк два года, пока ничего не известно. Карагандинский экологический музей празднует свой 10-й юбилей со дня открытия выставочного зала. На сегодня музей славится своими неповторимыми экспонатами, в которых таится своя отдельная история. По словам экспертов, музей является единственным не только в пространстве СНГ, но и в мире. В 1995 году экологический музей был создан как инициативная группа геологов-карагандинцев, который в 1997 году был зарегистрирован как экологическое общественное объединение. За это время сотрудники экомузея проделали огромную работу по улучшению экологической ситуации на местном и международном уровне. Очень много сил мы потратили на то, чтобы люди получили информацию об условиях на СНГ полигоне. Очень много экспедиций туда сделано. Последнюю неделю назад мы пытаемся создать там особо охраняемую территорию, заповедник, чтобы охранять там архаров, которые живут на площадках, где испытывалось оружие. Экспедиции на Байконур, экспедиции по изучению животного мира. Огромная работа проводилась в течение 15 лет по исследованию, в каком состоянии наши малые реки находятся. Мы отбирали пробы, проводили их анализы. В стенах музея всегда много посетителей и молодых поколений, которые неравнодушны к проблемам окружающей среды. Для них в музее временами организовываются семинары и разные тренинги. По словам руководства, похожий в мире экологический музей они нигде еще не встречали. Мы являемся представителями общественной организации экологического образования, которые представляют, это и по образу караганда. Поэтому мы являемся очень близкими партнерами экологического музея, так как ребята, с которыми мы работаем, школы, студенты, вузы, обычно очень часто здесь устраиваем тренинги, устраиваем экскурсии. Поэтому с экологическим музеем нас связывает очень много совместных проектов. На открытии организаторы представили посетителям все старые и новые экспонаты музея, раздавали различные справочные буклеты и книги по экологии, где можно будет ознакомиться с нынешними проблемами окружающей среды. Посетители также увидели театрализованные представления с участием детей. Среди экспонатов в этом музее можно встретить настоящие части космических ракетов, самолетов и многие виды различных промышленностей старых времен. Что и особенность является, что в этом музее не только можно посмотреть на эти экспонаты, но можно их и подробовать своими руками. Гульза Ацахова, Ажасулама Кулбекова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Шесть лет тюрьмы ждет телефонных террористов. Власти надеются, что ужесточенные меры заставят задуматься хулиганов, прежде чем совершить преступление. По сравнению с прошлым годом число ложных звонков хоть незначительно, но уменьшилось. Если раньше шутникам можно было отделаться штрафом или небольшим сроком лишения свободы, то сейчас пощады ждать не стоит. В большинстве случаев хулиганами оказываются несовершеннолетние. Телефоны террористы не только наносят экономический и моральный ущерб, но также их шалости нередко приводят к жертвам. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в помещениях или других местах, теперь расцениваются как уголовное преступление. Ранее за них полагалось административное наказание, а теперь, согласно статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан, за угрозы лжетерроризма можно получить до 6 лет лишения свободы. Начало ноября по области ожидается резкое похолодание. В некоторых районах области переменная облачность, возможно, выпадет снег. По словам специалистов Казгидромета, с 4 по 8 ноября предполагается порывы сильного ветра с осадками. По прогнозам Казгидромета, в Карагандинской области в ближайшие дни ожидается резкое колебание погодных условий. В середине этой недели температура снизится ночью до 8 градусов, днем поднимется до 3 градусов тепла. Конец недели обещает быть неустойчивой, ожидаются резкие порывы ветра с переходом в метель. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok